8 часов у операционного стола. Работа тонкая, на открытом участке головного мозга. Этому моменту предшествует длительная работа. Врачи проводят пациенту МРТ и компьютерную томографию. Данные загружаются в специальную навигационную станцию, где происходит их слияние. Далее ищут ядро патологии и после проводят на мозге пациента операцию. Внутрь серого вещества погружаются микроскопические электроды. Они соприкасаются с ядром болезни. На электроды подается ток. Это первая часть операции. Во время нее пациент остается в сознании. Вначале мы тестируем. Мы смотрим, как реагирует человек на наше воздействие током. Вот если мы получаем благополучный результат, смотрим, что у человека исчезают симптомы при минимальных побочных явлениях, то мы фиксируем эти электроды и уже затем концы, вот внешние концы электродов погружаем под кожу и присоединяем к батарее, к генератору. И этот генератор подшиваем под кожу. Все, на этом операция заканчивается. Операция не панацея, но во многом облегчает состояние больного с болезнью Паркинсона, улучшая качество жизни, продлевая активное долголетие. Да и лекарств после успешной операции нужно будет принимать значительно меньше. Однако до конца жизни прооперированным придется наблюдаться у неврологов. Врачи будут подбирать оптимальную работу генератора в зависимости от состояния пациента. Благодаря тому, что были выделены федеральные квоты, собственно говоря, вот эти вмешательства и выполняются по госгарантиям в сфере федеральных квот. Мы получили эти федеральные квоты, специалисты прошли подготовку, оборудование у нас имеется. И вот сочетание этих факторов привело к тому, что мы, в общем-то, выполнили эти операции. Еще три операции двум женщинам и мужчине выполнят в октябре-ноябре этого года. Пациентов будут отбирать врачи в зависимости от клинических данных заболеваний пациентов. Операция сложная, не всем подходит. Отбор очень строгий, что называется «не навреди». Отметим, что подобные вмешательства уже давно проводят в центральных клиниках России. В Примурье это также не первый опыт. Подобные манипуляции помимо Краевой клинической больницы номер один выполняют врачи медцентра ДВФУ. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова